МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовясь к встрече, с тобой возникла своя теория. Мне кажется, что она соответствует истине. Я считаю, что каждый талантливый человек, а тебя, безусловно, я считаю очень талантливым человеком, пришел к нам из космоса. Что есть какая-то связь с этим? Потому что если бы мы все, ну, вот эти, обычные, и себя к ним причисляю, оттуда бы приходили, мы бы все были талантливы. А получается, что талантливых у нас единицы, и они к нам пришли из космоса. Ну что, пройдем? Это моя студия. Здорово. Присаживайся, поудобнее. Боже мой, здесь столько всяких восточных сладостей. Да, у нас много всего вкусненького. Все готовы? Работаем. Мотор. Ну что ж, добро пожаловать и доброе утро. Доброе утро. У осени твои глаза и твоя улыбка. Тень одинокая в окне, плата за ошибку кинопроектор старый мертв. Чудо не случилось, но вспоминаю, встречу вновь. Улыбнусь я, не отвечу, просто жду осеннего дождя. Я даже не знаю, куда тебя пригласить. В сказку, на другую планету. Наверное, ты догадалась, что я говорю о твоем клипе «У осени твои глаза». Не буду скрывать, что я эту песню слышала в Юрмале на «Новой волне» летом 2013 года, и она мне очень понравилась. Но представить, что ты такое сделаешь с этой песней, конечно, ни в одном сне представить такое невозможно. «Алиса в стране чудес» и «Сказка», наверное, все-таки сказка. Расскажи, кому пришла такая идея в голову, и как вы осуществляли такие съемки невероятные на самом деле? С удовольствием расскажу. Снимал видео Виктор Уилкс. Собственно, он из Риги, он из Латвии. Режиссер и идея, и сюжеты, и все было его. И мне понравилось то, что он позволил зрителю придумать свою историю. Действительно, это «Алиса в стране чудес». Это фильм Тима Бёрдена. Кому-то даже напоминает «Твин Пикс». Кто-то говорил, что это действительно напоминает какие-то фэшн-зарисовки и так далее. А для тебя? Для тебя что это прежде всего? Для меня это была игра действительно очень важная и быстрая смена образов. Впервые в жизни я в этом видео затанцевала. Да, вот давай-ка остановимся. Два разных танго в этом видео. Непростая история и танго с таким сказочным героем. Что самое сложное было? Ну, сложное было научиться танцевать танго. Потому что до этого я танцевала и всегда стеснялась даже этого. Потому что танцевала я как хотела, что на сцене, что в жизни. А тут действительно мне была очень важная задача соблюсти все традиции в классическом танго. Близость партнера, плечи. Это все должно быть очень четко соблюдено. Поворот головы, ритмика. Да, да, да. И у меня болело все. Болела каждая мышца. И я очень рада, что действительно у меня получилось танцевать без дублеров, без всех. Я сразу же загорелась с тобой и не предложила тебе выпить чай. Знаешь, как здорово воскресенье. И не только воскресенье. С утра выпить чай. Гринфилд. Голден. Цейлон. Привет. Спасибо. Ласка вопросам. Тебя очень часто называют белой вороной. Белой вороной, инопланетянкой. В общем, много всяких высказываний. Я не думаю, что тебе обидно это. Я не думаю, что тебя это отрицательно настраивает. Хотя, если я не права, поправь меня. Нет, меня это никак не настраивает отрицательно. Потому что быть другой, это даже интересно. А когда ты впервые почувствовала, что ты другая? Я не могу сказать, что я это чувствую. Я чувствую, что люди это чувствуют. А я себя чувствую гармонично со всем, что я делаю. Как я одеваюсь, что я пою, что я говорю. Просто некоторым людям может моя гармония быть непонятной. Моё восприятие, моё видение мира, моя жизнерадостность может даже кого-то раздражать. Потому что люди настолько сейчас стали циничны и не верят на самом деле. А искренне это или это наигранно? Да, в тебе осталась некая детская улыбка, о которой мечтают очень многие взрослые. Но она уже ушла. Откуда ты родом? Я родом из Крыма. Мои дедушки, мои бабушки родом из Крыма, под Алуштой. Есть такое село, Кучукузень на крымско-татарском звучит. Сейчас оно называется Малореченское. Рождена я в Киргизии, но Киргизии я не знаю совсем и не помню. На настоящей своей родиной я действительно считаю Крым. Потому что там я росла, там я впитывала музыку, историю. Дышала этим воздухом. Я люблю очень Крым. Ты из смешанной семьи. Да. Религиозно смешанной семьи. Мама у тебя православная. Да. Из Армении. Отец у тебя мусульманин. Да. Крымский татарин. Вопрос веры для тебя когда-нибудь стоял? Выбора веры. Ты знаешь, Алла, когда я была маленькой, я получила свою первую библию от бабушки. Она мне очень нравилась. Я засыпала с ней и все время... Читала истории? Клала себя возле себя. Читала все истории. А потом как-то не стало... Ну, не было у нас вопроса веры вот именно. Да, конечно, и бывали ссоры. Я слышала, да, что родители все равно... Как бы вот папа нервничал, что когда мама начинала там красить яйца, печь пасху. Перед Пасхой. То есть, ну, он как бы деликатно показывал, что это ему не очень нравится. Ну, ты понимаешь, какая история? Ведь когда в семье один человек мусульманин, кто-то из родителей, обычно эта вера становится главной семьей. Я чаще всего наблюдала это. Ну, наверное, так оно и есть. И поэтому мне удивительно, что мама не перешла в мусульманство. Мама вот как-то она сразу сказала, что она не будет менять веру. А ты кто? Я мусульманка. То есть ты в итоге все равно выбрала эту веру, да? Ну, да, я уже даже не могу вспомнить этого перехода, да? Вот я же говорю, что я помню, я читала Библию, мне очень все нравилось. А потом как-то вот я не помню, как так получилось. Что ты стала мусульманкой? Да, что я стала мусульманкой. Но ты же читала Коран тоже, к моменту, когда ты сделала свой выбор. Наверное, в зрелом возрасте пришла к тому, что для тебя религия это ближе. Мне важно, чтобы человек верил. Если человек не верит ни во что, я его боюсь. Если у него есть в душе вера, он не причинит вред ни своему соседу, ни живому существу. Ну вот, понимаете, я все-таки верю в людей богобоязненных. Субтитры создавал DimaTorzok Давай о бабушке. Давайте. Я знаю, что это очень близкий тебе человек. И как-то она у вас славилась в семье приготовлением какого-то особого блюда, которое было от всех болезней. Да, да. Вообще, ваша семья славится тем, что вы любите и знаете толк, хорошая и вкусная еда. Ой, гурманы, страшные гурманы. Я никогда приезжаю домой, и это сразу плюс 2 килограмма стабильно, потому что это невозможно. Это манты, сарма, долма, плов, чебуреки, янтых и так далее. Так вот янтых, это, по-моему, вот это блюдо называется янтых. Да, бабушка лечила все янтыхом. Что это за блюдо? Это такое блюдо, это пресное тесто, мясо побольше, лук. И все это на раскаленном железе просто вот так вот. Да. Зелень, наверное. Это, как можно сказать, печеный чебурек. Вкусняшка. Да, да. А ты сама готовишь? Я не могу сказать, что я готовлю. Я могу приготовить. Буквально недавно я готовила больше, все были там в восторге, всех друзей угощала. Вот. Я не могу сказать, что я это люблю, понимаете. Но ты умеешь это сделать. Каждое занятие нужно любить. Вот тогда оно будет получаться исключительно. Как я понимаю, ты любишь только петь. Ну, да. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. А кто еще у вас в семье обладает талантами певческими? Есть кто-то еще? Все. Да. Не могу сказать этого слова все. Мама прекрасно поет. У нее такое высокое сопрано. У папы потрясающий бархатный тембр. У него в тембре есть что-то такое... Чарующее. Чарующее. От этого просто мурашки. Вот поет дедушка, пела бабушка. В их голосах было что-то вот уникальное. Сестра Эвелина, она потрясающе поет. Она, конечно, заканчивала аспирантуру как домристка. Сейчас она живет в Стамбуле, растет девочку. Но она не прекращает петь, не прекращает играть. У нее есть своя даже школа уже небольшая. А ты бываешь у нее часто? Была совершенно недавно. Меня пригласили на роковый фестиваль. И я, пользуясь случаем, осталась на пару дней с сестрой, с племянницей. Как тебе было участвовать в турецком фестивале роковом? Очень здорово. Такие сочетания. Турецкий роковый фестиваль. Да. Мне очень здорово было, потому что это мой первый большой сольный концерт. Я спела несколько крымско-татарских и турецких даже песен. И я сразу почувствовала этот контраст. Волну тепла. Они прям... О, сейчас... Вот это вот, это наше. Ну, это, мне кажется, в каждой стране так. Да, да. На любом языке в стране, в которой ты выступаешь, если ты споешь и заговоришь на этом языке... Ну, я думаю, что самая голосистая будет все-таки моя племянница Идеи. Она названа в честь бабушки. Вот у нее голос, ей 4 года, она поет все мои песни. Вот у нее такой сильный голос, и я думаю, что вот она даст нам всем жару. То есть это в крови семьи. А как ты себя с племянницей чувствуешь? Вот ты когда с ней играешься, у тебя не возникает мысль, что вот я готова для детей. Хотя, кстати, я читала, что твоя мама однажды призналась, что видя тебя с ребенком, она поняла, что ребенок тебе еще не идет пока. Я даже на ней обиделась после этих слов. Да, я сказала, мам, ну как ты так могла сказать? Ну как это мне могут не идти дети? Она говорит, не, ну ты же понимаешь, я не в том смысле. Твоя мама в тебе на сегодняшний момент видит звезду. Да, она говорит, ну ты понимаешь, я не вижу, что ты сейчас вот носишь кого-то. Я ей вот это имела в виду. И я поняла, что все зависит от желаний и от какого-то внутреннего, от внутренней готовности. Вот когда женщина сильно готова стать матерью, она ей становится. Ты еще не готова? Я не готова. Я не готова. Вообще тебе 30 лет, насколько я знаю, в душе ты себя чувствуешь на... Совершенно недавно, два месяца назад у меня был шок по этому поводу. Боже, как мне 30, я не готова, мне 23. Ты решила остановиться на 23, да? Да, вы понимаете, даже мой дедушка, вы не поверите, я была вот в Крыму месяц назад, и он мне говорит, тебе уже 23 года, пора замуж. То есть он, он без примера на той же дате. Да. Я такая, боже, не буду ему говорить, что мне 30, это он совсем уже расстроится. Ну, 23 для него поздно уже. Ну, вообще по восточным традициям, как бы, да, вот все стараются как-то пораньше-пораньше выдать своих детей замуж. Ну, не так давно ты призналась Кате Асачи в интервью, что ты обручена, и что ты приняла кольцо. Ну, а свадьбе же разговора нет. Я шантажировала, если она меня не возьмет с собой, я обязательно расскажу. Он всю жизнь ее носит на руках. Начинаются там какие-то поцелуи, романтические сцены, мы такие... Умри, но не отдай поцелуя без любви. Ну, а свадьбе же разговора нет? Ну, нет, да, нет, свадьбы пока нет, потому что тоже. Вот я не знаю, с чем это связано. Может быть, я слишком была долго свободна, и свободна даже не столько вот творчески свободна. Никто не мог мне сказать, когда мне петь, когда мне не петь, и так далее. И я поэтому сейчас немножечко подсознательно где-то боюсь, что человек, который придет в мою жизнь, это уже... Он может изменить что-то. Половина, да? А я вроде сама себя такая... Я же целая, я же полная. Зачем я буду с кем-то что-то делить? Вот в этом как-то вот... Тебе страшно? Да, мне страшно, я не боюсь в этом признаться, мне немножко страшно. Тебе страшно менять свою жизнь, которая только сейчас, в общем-то, начала как-то оформляться по форме и содержанию, да? Да, да. Зачастую браки не складываются у творческих людей из-за того, что им начинают диктовать условия. Вот я не хочу тебя видеть на сцене. Да, наверное, так. Сиди дома. А у тебя вся жизнь настроена на то, чтобы до этой сцены дойти. И все, что до сих пор было, было связано с тем, что ты стремилась к этому месту на сцене. Вот тебе еще не предлагали такие условия? Ты со мной и будь дома. Были такие парни, которые действительно на каком-то этапе мне говорили, что, не, ну ты там, понятно, ну ты будешь петь, ну, как бы для меня. А вот это я люблю для меня. Или там я собиралась уезжать в Швейцарию, в оперный театр поступать, и тоже вот как-то было такое, прозвучало такое, значит, не, ну куда ты в Швейцарию, я же за тобой не поеду. Ну, то есть, и, наверное, вот это вот что-то... Вот это тебя и останавливает. Останавливает. А вот тот, от которого ты кольцо взяла, его как зовут? Не скажу. Секрет. Ну, хорошо. Секрет. Александр, к примеру. Сергей, Иван, Петр, неважно, Николай. Так вот тот, от которого ты все-таки приняла это кольцо, что в его характере тебя привлекает? Что в нем такое есть, что дало тебе возможность поверить, принять кольцо и взять на себя уже некую ответственность за то, что эта семья может сложиться? Его главное отличие от всех людей, которых я встречала в своей жизни, от всех мужчин, которых я встречала в своей жизни, это то, что он очень добрый. Он очень добрый не только по отношению ко мне, а по отношению к детям, к людям, окружающим его. То есть, вот какая-то вот доброта и, не знаю, что-то в нем есть такое, в чем я уверена. Я люблю тебя и целому миру Какие черты у мужчины должны быть, чтобы тебе понравиться? Слушай, это просто вопрос из журнала женского. Но тем не менее. Доброта. Доброта, мы понятны. Искренность. Искренность. Даже если это неприятно. Но правда. А щедрость? Щедрость, да. А юмор? Обязательно. А детей любить должен? Конечно. А музыку понимать обязан? Маму должен любить. Маму должен любить? Да. Вы знаете, я всегда, не знаю, это, наверное, тоже от папы. Папа так любил маму, то есть, и это уважение, которого сейчас так мало. Вот если мужчина очень любит маму, он будет так же относиться к тебе и в старости. Ну, я так верю. Я знаю, что ты, вот, несмотря на 30 лет, совсем еще в душе девчонка. Неужели ты не понимаешь, что иногда такая любовь к маме идет в противовес любви с женой? Вот Владимир Винокур, знаешь, это имя. Да, да. Его маме, кстати, если я не ошибаюсь, 93 года. Ого. Она, ну, вот как бы ее считают мамой шоу-бизнеса. Она необыкновенная. Она большая умница. Она красавица. Все любят с ней общаться. У нее совершенно живой, молодой ум. Он всю жизнь ее носит на руках, Владимир Винокур. Он необыкновенный сын. И когда-то его жена, я бы не позволила себе этого примера, если бы она не дала это интервью как-то в каком-то журнале, и рассказывала о том, как ей тяжело пришлось в молодости, пока она привыкла к этому и приняла это. Я думаю, что она до конца все равно это не приняла. Что раньше, когда уезжали на гастроли, и были эти считанные копейки, он тратил их на то, чтобы позвонить маме и купить подарок маме. Или там, когда он прилетал после длительного перерыва, он ехал первым делом к маме. И это, конечно же, великая любовь к маме. Это здорово. Ну, ты понимаешь, что должна быть грань? Я понимаю, да. И понимаю то, что если мужчина никогда не любил маму, он просто не сможет, наверное, полюбить жену. Он не будет знать, что это такое. Я не могу слышать, я не могу слышать, когда, например, я вот, ну, по телефону разговаривают, отстань, там, мать, или вот какие-то... Ну, я этого просто не могу слышать, когда вот сын говорит такое. Ну, как я понимаю, он этого себе не позволяет. Нет, нет, нет. Поставим ему пять по поведению. Да. Во всяком случае, пока. Ну, пока. Не, ну да, действительно, все хорошо в меру. Позвалась мне удача, улыбнулась. Красив и очень, кстати, одинок. Я вдруг очнулась и ужаснулась по маме пенсионерам. А утром слышу ма-ма-ма-ма-ма, послышать, и слушать снова ма-ма-ма-ма-ма. Я слышу, видать, среди ночи, знаю, что сыночек, знаю, я скажу с ума. И каждый вечер, мама-ма-ма-ма, послышать, на каждой встрече, мама-ма-ма-ма. Я кушу, видать, среди ночи, знаю, что сыночек, знаю, я скажу с ума. С сестрой. Да. Вы, в общем-то, с небольшой разницей в возрасте. Обе занимались музыкой соперничества. Было? Было не в музыке, а было вот когда... То есть, например, я помню, ей уже 14, мне 12. Я уже хочу в ее взрослую компанию, а мне еще нет доступа. И тогда вот было действительно такое серьезное соперничество. Она все время считала меня ябедой. Ты доносила родителям? Да. Как тебе не стыдно? Было несколько раз. Ну, как я шантажировала, если она меня не возьмет с собой, я обязательно расскажу, что вот они пошли не туда, а пошли туда. А вообще-то в строгости раскладывались. Да, да, мы очень строго воспитывались, и слово дискотека, это было вообще табу. Вот какие-то были там школьные, там, а ну-ка, девочки, у нас были в школе, а ну-ка, мальчики, вот какие-то проводились КВНы, и после них были какие-то вот такие вот тусовки. Это было очень серьезно, обсуждалось, это надо было отпрашиваться за 2-3 дня, еще папа подумает. Это было так сложно. Это надо было заслужить, это надо было прополоть траву, вымыть посуду, подмести двор. Ну, это как положено. Это надо было заслужить. Я даже не поболюсь этого, меня папа привычал к труду всегда, и у меня 7 минут ходьбы от моря, у меня из окна видно море. И я летом должна была заслужить пойти на море. То есть если я переделаю это, 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 только тогда я могу пойти на полтора часа на море. Я смешную историю прочитала, как вам в детстве не разрешали смотреть взрослые фильмы. Но конкретно описывался случай просмотра фильма 9,5 недель. Да, да, да. Это было смешно, когда уехали родители, и мы видели, что по рекламе шел анонс, что было 9,5 недель, и мы такие задумали с Эвелиной коварное дело, что мы, наверное, все-таки его посмотрим. И вот там 12.05, значит, 9,5 недель, титры, все, мы замерли, все, сидим возле телевизора, и вот начинаются там какие-то поцелуи, романтические сцены, и мы такие... То есть мы одни, никто не видит. Мы спрятаны за подушкой, у нас вот тоже похожий диван такой был, и мы практически уже смотрели его, вот спрячется диван. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то мама тебе советовала такое, как кокетничать с мужчинами, которые признаются тебе в любви. Это я написала песню такую, которая называется All the Simple Things, все эти пустые мелочи, на тему того, что мама говорит, что никогда не говори, что ты любишь. Я говорю, мам, подожди, ну как? Вот тебе человек говорит, я тебя люблю, а ты что говоришь? Никогда не говоришь. А ты кокетничай, там, чайку попей. Как так? Молчись. Я говорю, мам, ну все равно, ты же не будешь так все время отмолчиться. Потому что вот мужчины, они вот когда знают, что ты их любишь, они все, они теряют интерес. Им становится неинтересно. Вот так вот. Никогда первая не позвони, должен мужчина позвони. Это мамы нас так учили. Я нет, я не такая. Какая ты? Я очень эмоциональна. Если я хочу позвонить и сказать, что я соскучилась, если я... Если ты хочешь позвонить и сказать, я тебя люблю, ты это делаешь? Да, я это делаю, конечно. Я не думаю о том, что, а, вот я первая, опять. Или там смс написать, да, сейчас это тоже как-то... Нормально это сейчас. Никто уже об этом так не думает, как думали наши мамы. Умри, но не отдай поцелуи без любви. Почему я кактусы люблю больше, чем цветы? Они не прячут ни надежды, ни мечты. Они снаружи все в иголках предупреждают осторожно. Любовь без боли просто невозможна. Я пытаюсь разгадать, я не знаю, кто ты, роза, юный кактус. Ну, похоже, ты сам не знаешь, кто ты, роза, юный кактус. Ага-ага. Почему ты не была на Евровидении? Ну, песня «Смайл». Ну, это же песня. На самом деле, это ведь конкурс песен. Да, я верила в песню. Это уже давно все забыли, все привыкли смотреть на исполнителей. Я считаю, она бы победила. Я тоже так считаю. Я вот уверена, стопроцентно. Я уверена, она победила. Смайл, смайл, смайл. Смайл, смайл. Смайл, смайл. Смайл, смайл. Смайл, смайл. Смайл, смайл, смайл. Смайл, смайл. А ты считаешь, что это решение одного человека? Моментально собрала чемодан и поехала в Лос-Анджелес. 30% твоего, 70% моего. Ведь ее нужно было прожить, трагедию этой жизни. Он будет болеть, ему будет плохо. И все-таки ты инопланетянка. Почему ты не была на Евровидении? Как это так получилось? А ты считаешь, что это решение одного человека? Да. Одного человека, да? Да, я считаю, что это решение одного человека. Я всегда думала, что все-таки это голосование. Ну, я, наверное, наивно отношусь к этому, но тем не менее. Просто уже, наверное, подзабылась эта вся история. И слава богу, на самом деле. Но это болезненная история, да, для тебя? Неприятная, правда. Тогда зритель мог убедиться в этом сам. Что в этой истории было все несправедливо. Собственно, я молчала. Я закрылась тогда дома и сидела. Хорошо, вам не нужна моя песня, я это принимаю. Люди поднялись. Поднялись люди, на самом деле. Люди просили переколосования. Ты, наверное, универсальная певица. Ну, мне так кажется. Потому что я знаю, что в детстве был джаз, и тебя учили ему. А консерваторию ты закончила как оперная певица. Сейчас я не знаю, как твой стиль назвать. Вот как его назвать? Не знаю. Я уже сама запуталась. Я пишу музыку, основываясь, опять-таки, на своем образовании. На том, что я слушала и буду слушать, и впитываю постоянно. Мне хочется, чтобы мои песни были мелодичные. Чтобы в них была мелодия, прорисовывалась четкая. Вот это, наверное, как-то отслеживается в моих песнях. Я не знаю, как-то отслеживается в моих песнях. Ты, безусловно, смелый человек. Ты принимаешь какие-то решения, которые идут в разрез с общепринятыми. Ты с цветом даже в одежде работаешь по-другому. Вот я сижу и смотрю на тебя, а ведь солнце. Да, вот этот желтый цвет невероятный. Жовто-блакитный, с голубими птицами. Это все понятное сочетание, но, тем не менее, нужно определенное умение выбрать и носить цвет. А ты не думала о том, чтобы создать свою линию одежды? На самом деле, существует ведь уже стиль твой. Твой оригинальный стиль Джамалы, он есть, и никуда от этого не уйти. Я даже не знаю, Алла. Что это за стиль, ты не знаешь? Я даже не знаю, какой это стиль Джамалы. Потому что 4 года назад у меня была чалма. Потом я коротко подстриглась в такой немножко мальчишеский стиль. Теперь мне, я отращиваю такое вот, мне опять итальянщиной, навеянной Лодой Берджидой и Софи Лорен. Вот эти вот такие почти кудры. Вот. Ну, то есть, я не знаю, какой он мой стиль. Мой стиль... Ой, у меня есть для тебя новость. Да? Угу. Вот что ты сейчас мне сделаешь, это будет называться твой стиль. Вот. И вот даже это платье, да, с этими голубыми птицами или синими птицами, это тоже твой стиль. И если ты сейчас, ну, я не знаю, оденешь берет или там брошь или одну серьгу, это тоже будет твой стиль, ты заслужила уже вот это вот звание. Ну, стиль Джамала. Это здорово, на самом деле. И если бы ты сейчас создала эту линию одежды, продолжу свою мысль, мне кажется, стоило бы ее назвать. Да. Для той, кто не такая, как все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что меня удивило в твоей биографии? Да. Я глубоко верю в теорию, что каждому человеку в жизни дается как минимум один шанс. Думаю, что намного больше. Мы не всегда их видим, не всегда используем. У тебя их уже было много. В частности, ну, это ли не шанс стажироваться в Ласкало в Милане? Не поехал. Это ли не шанс поработать с Уолтером Афанасьевым? Ну, послушай, я музыкант тоже. И я знаю, кто такой Уолтер Афанасьев. И мы расскажем нашим зрителям, что основные песни Марай Керри написаны Уолтером Афанасьевым. Основные песни Витни Хьюстон написаны Уолтером Афанасьевым. Многие песни, которые в свое время сделали известной Лару Фабиан, написаны Уолтером Афанасьевым. И Джамале предлагается приехать в Лос-Анджелес по контракту и поработать с этим продюсером в его продюсерском центре. И Джамала отказывается. Вообще это уму непостижимо. Да, я все расскажу, как было. Я в таком же сидела в шоке, как и ты, когда я открыла свой фейсбук и увидела, кто мне написал. Я первый раз не поверила. Я думала, что это клоны и прочее. И когда убедившись, что это действительно Уолтер, и это все не шутки, конечно же, я моментально собрала чемодан и поехала в Лос-Анджелес. Я приехала в Лос-Анджелес. Я была в Олтера дома. Я видела большое количество премий Грэмми. Я видела его дом, его студию. Но это очень возбуждающе. Познакомилась с его женой. Ну, в общем, это было очень... Волнительно, как минимум. Внулось абсолютно в другой мир, да. Мы пробовали что-то писать. Мы даже сделали какие-то... Пару песен уже, как сказать, наметили. Но что пошло не так? Уолтер очень такой властный человек. Я готова была с ним сотрудничать. Но он не готов был... Как вам? Принять твою индивидуальность? Принять мою индивидуальность. Он не готов был... Дать тебе немножко воли. Надо было со мной соглашаться в каких-то моментах. Ведь тогда очень важный момент. Я тоже начала писать. И важно было это тоже не загубить. Все, что я начинаю в музыке, как композитор, я должна это забросить, потому что есть Уолтер Афанасьев. Это тоже было бы неправильно. Ну, я не знаю. Он не захотел... Он сказал сразу, что... Может быть, 30% твоего, 70% моего именно в творчестве. Все, точка. Тебе недостаточно этого... Я просто подумала, что это будет несправедливо. Сейчас, вот, когда я в начале пути... Ну, не знаю. Может, это для кого-то покажется просто очень глупо. Но, поверьте... Да не твой он человек. Когда я была там, я это все почувствовала. Все на интуитивном уровне. Абсолютно точно. Не мой по звуку, не мой по мышлению музыкальному. Он прекрасно написал песни для Марая Кирина. Но я никогда не буду второй Марая Кири. Я никогда не буду второй Витни Хьюстон. Потому что они уникальны. И я, ну... Ну, не может быть второй. Ты хочешь быть первой Джамалой. Я не то, что хочу быть первой Джамалой. Я хочу быть собой, гармоничной собой. И то, что я пою, и то, что я делаю, должно как-то сочетаться со мной. Иначе человек начинает болеть. Это моя теория. Если человек занимается не своим делом, он будет болеть. Ему будет плохо. Ну, это смело. И это честно. И это очень цельно. Сто процентов. На твоем месте хотели бы оказаться многие. И, безусловно, посчитали бы вот это соотношение 70 на 30. С человеком, который, в общем-то, уже профи в своем мире. Наверное, посчитали бы, что это лояльно. Но оставляю слово за тобой. И, безусловно, уважаю твое решение. И твое отношение к своему собственному внутреннему миру. Важный момент. Он сказал, что я сто процентов должна переехать. Вот еще это было очень... Ты была не готова к этому? Я не могла. Я только приехала после новой волны. В меня поверили люди, что я вот сейчас вот... И все говорят, а, все появляются, все уезжают. То есть я не могла поступить так со своим поклонником. Я хочу, чтобы украинская музыка была качественной. Я хочу, чтобы она смело могла конкурировать с американской и британской. Может, это звучит сейчас с ухвалу. Ну, то есть вот... Ну, мне хочется, чтобы она действительно была достойно представлена на мировом рынке поп-музыки, фольк-музыки, джаз-музыки. Неважно. Ой, верше, мій, верше, Мій сел, а не верше. Уж ми так не буде, Уж ми так не буде, Як, як было певно. Твою участие, твоя работа в фильме «Поводырь». Вот что этот фильм вообще для тебя значит? Это мой первый драматический фильм, моя первая драматическая роль. И это было действительно сложно, потому что я не Ольга. Я по своему настроению, по своему восприятию, я не Ольга. И это было самой важной задачей в каждом кадре – быть Ольгой, быть кем-то другим. Расскажи, пожалуйста, о сюжете. О сюжете... О трагическом сюжете. История расстрела Кобзарей. 32-34 года. Пригласили на съезд в Харьков, всех Кобзарей. Под эгидой того, что они хотят записать думы, которые, в общем-то... Испокон веков поются, передаются. Да, действительно, очень уникальными и прочее, и прочее. И всех привезли в лес и расстреляли. Людей, которые безобидны по сути, по своей, по желаниям. Они были все слепыми. Которые просто... Да, они были все слепыми и несли просто народу, из поколения в поколение передавали вот эти вот думы и народные песни об истории Украины. Это настолько невероятная, болезненная история. Это история нашей страны, того Советского Союза, безусловно. Со всеми потерями и со всем... Вот каково тебе было в этом фильме? Каково тебе было сыграть Ольгу Левицкую? Героиня Ольга. Это действительно существующий персонаж. Она была солисткой Харьковского театра. Она была певицей, она знала английский язык. Она имела доступ к иностранцам в то время. То есть она была влюблена в иностранца. И думала, что у них все сложится. Но не тут-то было. Я, наверное, за вот эти полгода съемок, которые длились в Харькове и в Киеве, я, наверное, даже повзрослела на два года. Я задумывалась о том, что сильно люди, наверное, годами ждут подобную роль, заканчивают институты и все. И это счастье, что мне так как бы довелось сыграть. Я спела главную песню, которую поет Ольга, «You my thrill». Я выбирала ее сама. Я думаю, что это по-настоящему будет большое, драматическое украинское кино. Пацан убежал. Носом в землю ройки, но найдите мне этого сопляка американского. Ты справедлив, слепей? Ну, пацана здесь никого нет. Значит, будут добираться в Одессу. Они туда с отцом приблыли. Тебе я звала? Андрей. Это вот контрреволюция! Ты вбив без невину. Старин, какая больная? Звезд социалистичных кобзарів. А знаешь, чему квіти завжди повертаются до солнца? Тому що квіти також маю течі. «All or nothing» – название твоего альбома. Все или ничего? Вот в жизни для тебя все или ничего? Я могу сказать, что... Или половинку можно выдержать. И так, и так. Я всегда стремлюсь к тому, что было очень хорошо. Но если ничего, я говорю спасибо. Сейчас нет моего мобильного со мной, но я поставила такую заставку себе. Каждый день я читаю. Не обсуждать, не наговаривать, молиться и быть благодарным. Очень сложно, правда. Это твои заповеди. Очень сложно. Я все равно так или иначе их нарушаю, но стараюсь. Я не могу не подарить тебе подарок. Ух ты! Цейлонский чай. Я очень люблю. Компания «Гринфилд». Я очень люблю чай. Замечательный чай. Спасибо. Пей на здоровье. Пусть он тебе помогает хорошему настроению. Вот этому состоянию ты находишься, насколько я поняла, в мире сама с собой. Ну, стараюсь. И все-таки ты инопланетянка. Замечательный чай. Субтитры сделал DimaTorzok